Это действительно поразительно. Менее чем за 4,5 года работы общественная организация «Родители Сибири» вовлекла в свою деятельность практически все уголки Иркутской области, то есть тысячи семей. Лишний раз это подтвердил конкурс «Лето-2021», объявленный в начале июля. На него заявились без малого 420 человек. Номинаций было три – видеоролик, рисунок и фотография. Главным призом стал интерактивный рюкзак. Один из рюкзаков, их всего было шесть, уехал на автобусе Иркутск-Тайшет, уехал в город Алзамай. И вот там сегодня в 11 часов вечера семья победителей, это семья Брановец получит свои призы вот таким образом. Мы дотянулись на 600 километров до них и они получат свой приз. Большинство начинаний родителей Сибири в Прибайкале поддерживают фонд президентских грантов и местное министерство по молодежной политике. И это тоже дает свои плоды именно благодаря широкому освещению конкурса. На него откликнулись участники из самых отдаленных районов. Их работы на самом деле впечатлили. Более всего поразили работы малышей. Например, они очень часто рисовали море, и на прогулке с цыплятами, и какие-то детские игры. Замечательные фотографии. Фотографии победителей, их, наверное, объединяет то, что в них представлена радость и счастье, которое дает лето просто потому что лето. Вот. Это тоже фотографии около водоемов. Очень хорошие фотографии, которые рассказывают о фотомоментах родителей вместе с детьми. Это какие-то объятия, не знаю, там какая-то нежность между членами семьи на фоне лета. Это тоже привлекает внимание. Награждение победителей на лучший рисунок и фотографию еще впереди. Пока же заслуженные призы получили только авторы видеороликов. А по краям дороги раскинулись леса, а над лесами нежные облака висят. Когда мне будет даже лица пятьдесят, отказаться от дороги будет мне нельзя. И я качусь, я мчу, смотрю на горизонт, я отлучусь от дел, и это мой резонт. На кучу туч смотрю, и мне не нужен зонт, я подключаю чувства к приему новых зонт. Подобные конкурсы родители Сибири обещают проводить и в дальнейшем. Альберт Домнин, Алексей Резник, новости 360 Ангарск. Тангарск.